Я полагаю, что церкви, они по своей сути, именно как социальный институт, они не могут находиться вне политики. Просто потому, что политика охватывает тоже все сферы жизни. И церковь, которая ведет активную общественную деятельность, тоже охватывает все сферы жизни. Ни церковь, ни пастор никому, грубо говоря, никому ничего не должны в этой сфере. У нас все-таки в России принято в значительной степени бояться вообще политической деятельности и участия церкви в политике. Государство часто нападает, что ли, или пытается ограничить евангельское движение, ощущая его энергию, силу. Давление на церкви, оно как бы несет определенную стратегию, чтобы они не встали, не стали крепкими. Понимаете, православные вроде бы не проглашали 20 лет строительства демократического общества, там 20 лет назад. Но при этом они по факту стали более демократичными, чем протестанты, получается? Сегодня мы хотим сделать эфир о церкви гражданского общества. И у нас в гостях Лункин Роман Николаевич. Немножко представлю его ученые степени. Это кандидат философских наук, доктор политических наук. Может быть еще, я насколько знаю, что вы даже религиовед, да? У меня получается так, что вот эти две степени, они так хорошо разделяют меня на религиоведа и политолога, по сути. Потому что кандидат философских наук – это степень религиоведческая, поэтому я делаю экспертизы по религиоведению в рамках разных судебных процессов. И политических – это, собственно, политология и религия, тоже все связано с религией. Ну, это социология, религиоведение и политология. Роман, я с вами встретился очень давно, больше 10 лет назад на игре, которую организовывало правительство страны в рамках, если я не ошибаюсь, каким мы видим протестантство через 20 лет. И вы там были один из экспертов, который там еще Шевченко был, Максим. Ну, вы не забываете меня, не помните? Это я очень хорошо помню, это событие. Этот семинар проходил где-то в Подмосковье, что ли, ну, в каком-то там пансионате отдельно совершенно. Это все, значит, называлось «Оркодеятельностная игра». И я очень хорошо помню, там проводил еще Сергей Градировский, вот, и Максим Шевченко тоже был. Я там как раз, и я помню, что я тогда тоже выступал по поводу гражданского общества и участия в церкви в политике. И тогда все говорили, что нет, нет, ну, это как-то вот этой темы сторонились. Тогда это казалось, что это совершенно что-то фантастическое и вообще нас не касается. А теперь оказалось, что вроде бы коснулось. Вот, Роман, вот, коли вы сами начали этот вопрос, у нас в протестантстве, да, возникает два мнения. Одно мнение говорит о том, что церковь вообще не касается политики, она не касается ничего, она молится, она живет добродетельной жизнью, а Бог сам все усмотрит. Другие люди говорят следующее, что, ну, как бы, мы граждане этого общества, проявляют гражданскую позицию и выходят и на митинги, и там делают заявления определенные. Вот скажите, вот, с вашей точки зрения, вот, вы, вот, то есть, достаточно образованный человек, как вы на это смотрите? Вот есть же две точки зрения, вы, наверное, с этим сталкивались. Ну, я с этим действительно сталкивался и в ходе интервью с родопастерами в разных регионах России, поскольку как социолог я, в общем, объехал все субъекты Российской Федерации. И сейчас тоже сталкиваюсь с, ну, примерно с таким раскладом, вот, о котором вы сказали, и в социальных сетях, там, например, в Фейсбуке. Я должен признаться, что вначале у меня, когда я начал изучать христианские церкви и, в частности, евангельское движение в России, у меня был немного такой политизированный, может быть, взгляд. И я тогда считал, что, ну, вслед за целым рядом исследователей, в общем, это было некоторым логическим таким движением мысли, что протестанты, они, они должны быть, значит, проводниками демократических идей и развития гражданского общества и так далее. Ну, потом случилась вот эта оранжевая революция на территории Украины, там, и так далее. Но сейчас я, ну, частично все-таки, как бы поменял свой подход, по крайней мере, потому что я сейчас, вот, полагаю, что, во-первых, у ученого должна быть некоторого рода объективная позиция. Он не должен вставать на ту или иную политическую сторону, хотя политические взгляды, как у ученого, как у пастора, как у всякого там верующего, неверующего, они могут быть. Но, значит, во-первых, я полагаю, что церкви, они по своей сути, как, именно как социальный институт, они не могут находиться вне политики. Просто потому, что политика охватывает тоже все сферы жизни. И церковь, которая ведет активную общественную деятельность, тоже охватывает все сферы жизни. То есть, от этого не уйти. И, во-вторых, собственно, ни церковь, ни пасторы никому, как бы, грубо говоря, никому ничего не должны в этой сфере. То есть, вот требовать, подписывать какие-то письма, куда-то выходить, мне кажется, что это недемократично. И даже не по-крестьянски. Так же, как и осуждать, значит, вот церкви или представителей церкви, которые активно участвуют в такого рода политических акциях. То есть, здесь есть довольно такие вот тонкие моменты, которые относятся к самому восприятию политической деятельности. И которые надо учитывать. Потому что у нас все-таки в России принято в значительной степени, как бы, бояться вообще политической деятельности и участия церкви в политике. Вот я учился в Российской Академии Госслужбы при президенте, да? Проходил много лекций. И там нам на филологии, ну, было, не помню этот предмет, развитие культуры и мысли. Где бы говорили, что там, где укореняются протестантские церкви, в итоге утверждаются демократические институты. То есть, везде, где приходил протестантизм, там утверждались демократические институты. А вам не кажется, что в России немножко по-другому? Тут это тоже такой достаточно спорный вопрос. Я не придерживаюсь вот такого схематичного мнения о том, что там, где православие, это авторитаризм, а там, где протестанты, это демократия. А католики, это нечто среднее. Ну, есть такие концепции. По-моему, это довольно, как бы, грубое упрощение ситуации. И особенно, ну, если, если, как бы, говорить об историческом протестантизме, то есть о, там, немецком протестантизме, то здесь еще можно, значит, подумать о том, как, к примеру, там, реформация в целом и немецкий протестантизм повлияли на, там, экономическую культуру, на, там, рыночные отношения, на складывание, как бы, современной этики западного общества. А сейчас все смешалось, потому что, ну, к примеру, евангельские лидеры, они ведь играют достаточно большую роль в разных странах мира. И, к примеру, там, избираются и президентами в разных странах, там, в Латинской Америке, становятся, там, советниками президентов, ну, там, в Украине, в Африке, и что эти страны автоматически становятся демократическими. То есть здесь получается, что Россия, как бы, не является каким-то уникальным примером, учитывая, что в России все-таки протестантские пасторы не определяют политику государства и не являются, как бы, такими главными молитвенниками на инаугурации президентов, как это есть в Соединенных Штатах. То есть ситуация, мне кажется, немножко другая в данном случае. Здесь, скорее, у нас, как бы, государство часто, часто даже, как бы, нападает, что ли, или пытается ограничить евангельское движение, ощущая его энергию, силу, может быть, и внутреннюю демократичность, которая иногда проявляется на публике, иногда нет. Но, вот, по-моему, в вашем случае это, как бы, внутренняя демократичность протестантского движения, она, безусловно, значит, проявляется. Я не знаю, как вы себя сейчас ощущаете после того, как там против вас заведены, вот возбуждены вот эти административные дела, и там другие преследования есть против вашей церкви. Но, в общем-то, ситуация не такая простая в данном случае. Ну, я вот просто, знаете, как бы, почему я такой вопрос задал? Потому что, когда я, ну, услышал это, учился, вот, в последние годы услышал это, я понял, что, в принципе, ну, как бы, как протестанты, как верующие строят планы на будущее, да, там, что хотят видеть через 20 лет, 30 лет, там, 40 лет, так и тоже люди, которые приходят, определенные элиты, которые приходят к власти, они тоже примерно планируют, каким будут Россию, там, или свою страну видеть через 10-20 лет. И если действительно есть такая вот, ну, такая ситуация, что протестанты, они действительно несут определенную политическую активность, да, ну, или вообще даже верующие, даже, можно сказать, не то, что протестанты, то давление на церкви, давление на церкви, оно, как бы, несет определенную стратегию, чтобы они не встали, не стали крепкими, потому что рождается, ну, скажем так, почему протестанты более демократичны, потому что сама структура управления самой церкви, она более демократична, чем иерархическая, да, у нас есть совет, у нас нету старшего, ну, кто там за всем определяет. И я думаю, что, ну, из-за этого идет определенное давление на некоторых активных пастеров, которые, ну, как бы, являет голос, потому что, ну, это, ну, сама церковь, она более консолидирована, если это примет масштабные, ну, как бы, действия, то это достаточно будет, ну, сложно удержать, потому что это сама церковь реализована. Вот, Андрей, для того, чтобы, как бы, конкретизировать вот нашу политическую дискуссию, я бы вот вам задал вопросы, вот как 20 лет назад. А, собственно, для вас, что такое вот это идеальное государство в России? Вот что нужно такого построить идеально? За что вы боретесь? За что я борюсь? Ну, на самом деле, когда Иисус вам говорил, что, ну, царство Божие внутри вас есть, да, и есть определенные такие моменты, да, это праведность, радость, мир. И, естественно, будучи пастором, я, конечно, скажу такую вещь, что можно много за что бороться, но если человек внутри не свободен, внутри сам раб, внутри, допустим, боится в комплексах, не имеет свободу, которую должно дать во Христе, то он ничего, в принципе, в итоге, ну, как бы, не сделает. Ну, как Иисус сказал, раб не освободит раба. И я, допустим, вижу, что прежде всего, прежде всего, человек должен в церкви получить внутреннюю свободу, внутреннюю свободу во Христе. А уже будучи, когда он получит внутреннюю свободу во Христе, он может тогда уже оживотворять места действия. Ну, то есть, иными словами, как бы, ну, быть добрым самарянином. То есть, вставать, ну, утверждать Божью правду, вставать за человека, утверждать Божью волю. И там, конечно, в Библии уже там прописано, допустим, ну, такие вещи, например, как, ну, там, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть, мы видим, что, ну, если исторический фактор посмотреть, то здравоохранение и образование было одним из тех ключей, которые, в принципе, часто делали протестанты. И когда ты видишь, допустим, что у нас, наоборот, здравоохранение, образование, семьи ставятся, ну, как бы, ну, если честно говоря, не в политике государства, да, то я уже, будучи пастором, понимаю, что беда народу. Если я вижу, что культура, допустим, идет не христианская, да, ну, а там идет гомосексуальная, там, авторитарная, потому что, ну, при любом авторитарном режиме подавляется творчество, а Бог нас сотворил творческими людьми, да, то есть, поэтому нам нужно сделать так, чтобы человек мог творить. Ну, то есть, поэтому, конечно, сказать конкретно политическую концепцию, как это все это видеть, я, как бы, не могу сказать, что я вот это вижу прямо сейчас так. Но я понимаю уже, будучи пастором, что если человека внутри не освободить, если, допустим, наладить в нем взгляд по отношению семьи, по отношению к детям, по отношению к здравоохранению, по отношению к творчеству, то он, как в минимальном уровне, ну, как бы, засохнет, станет религиозным. Ну, от малого к большому. И если это глобально на уровне страны происходит, в стране беда. Вот я вот так это вижу. Для меня вот как раз интересно поймать вот этот момент, когда происходит, собственно, переключение, можно сказать, с проповеди на социально-политическую активность. И с моей точки зрения, вот этот момент, он произошел в Белоруссии, когда, собственно, в определенный период времени оказалось, что произошло то, что, как бы, я называю революцией милосердия. Революция милосердия – это когда там любой протест против жестокости стал восприниматься в качестве такого оппозиционного властью. И, безусловно, это произвело такой, как бы, большой вот такой вау-эффект и подняло достаточно много людей. И, более того, в отличие от украинской ситуации, оказалось, что, значит, большинство церквей самых разных конфессий, они в вопросе об отношении к власти, именно из-за вот этой, как бы, жестокости, которая стала происходить, они оказались все консолидированы. То есть не было в этом, как бы, существенно таких разногласий между разными конфессиями, как в Украине. То есть католики православные, и, кстати, особенно православные, протестанты разных конфессий, там, баптисты, пятидесятники, евангельские христиане, все стали делать, в общем-то, заявление в одном духе, призывая и к более демократическим и честным выборам, и в чем-то к гражданским акциям, когда стали происходить массовые задержания. И, как бы, вот это вот, как бы, общее, вот это общее настроение, оно стало, оно, собственно, наполнило общество в целом. И здесь, действительно, я вот столкнулся с тем, что вот такого рода, как бы, активность церкви, и, как бы, пасторы, и верующие, они, в общем-то, не воспринимают даже как политическую деятельность, они воспринимают это, и, по-своему, они, безусловно, правы, просто как исполнение своего евангельского долга. И не более того. Потому что как, значит, проявлять милосердие, сострадание, это совершенно естественно, этого требует вера. И это, безусловно, вот это переключение произошло. Второе, то, что меня, как бы, вот удивило, на белорусском, и частично на, как бы, российских примерах, участие, участие духовенства в политике, это то, что вот это, как бы, переключение на гражданскую деятельность, на гражданскую активность, оно намного быстрее и масштабнее произошло в православном сообществе, чем в протестантском. То есть, понимаете, вот когда, там, 20 лет назад, я темно участвовал в разном роде, значит, полевых исследованиях, брал интервью у пасторов в рамках нашего большого проекта энциклопедии «Религиозная жизнь России», то тогда, действительно, я задал вопрос, вот кого вы воспитываете, там, в церквях, там, как вы строите свою общину. И в большинстве случаев служители говорили о, там, гражданской ответственности, о том, что мы воспитываем настоящих граждан, которые, вот, будут, там, участвовать в выборах, вот, и так далее, строить демократическую Россию. И, собственно, а вот сейчас, когда, ну, непонятно, вот что мы построили, сейчас оказалось, что намного активнее стали именно сами православные. Ну, в Беларуси это понятно, потом, к примеру, инициаторами письма обращения к христианам Беларуси стали также православные. Сейчас вот это письмо распространяется везде, уже около, там, двух тысяч подписей. Да, я их написал, да. Да, но там, в общем, протестантов очень немного, там большинство это православные католики. Вот с чем это, вот, связать, я пока не могу это до конца объяснить. Может быть, у вас есть какой-то ответ? Ну, вот, опять же, смотрите, давайте... Вроде 20 лет назад все это заявлялось. Об этом говорили, строили планы, и что? Ну, у меня, конечно, ну, ответ очень простой, ну, как бы, вот, лично, на мой взгляд. Когда сделали вот этот закон, чтобы были союзы, ассоциации, когда определенные личности стали главенства союза, сделали, ну, по типу, а-ля православной структуры. Ну, только через союзы. Все должны были войти в союз Росского Ия, или в союз Писядников. И потихонечку, как бы, между прочим, везде вкладывалось следующее. Раньше, если в протестантстве, в других странах выбиралось как? Что если старший епископ, то в той же самой Украине, да, он сам открыл там 100 церквей, там 200, он авторитетный лидер. То здесь главой союза стал, ну, человек, который просто приближен к власти. Ну, если взять, допустим, того же Сергея Васильевича Рихонского. У него небольшая церковь. Он, ну, как бы, он не блещет какими-то высокими, выдающимися заслугами, ну, как пастор. Но он приближен к власти. И люди стали просто, ну, как бы, концепция изменилась, так как еще христианство достаточно было сырое, молодое. Концепция изменилась, что из-за приближения к власти, ну, как бы, это самое, мы выбираем, ну, как бы, вот, старше. Что, будучи с властью, будет какая-то параллель безопасного служения, скажем так. Насчет чего, в принципе, сегодня очень много и разочаровывается, потому что, оказывается, даже если ты и входишь в кабинет, это не гарантирует тебе безопасность. И вот я думаю, что протестанты просто были обмануты вот в этой стратегии, лично это мой взгляд. Потому что сегодня, вот, общаясь с разными людьми, они видят, что говорили, зайдем в кабинет, поговорим, все будет нормально, наш голос слышится, нас это воспринимается, и думали, что, ну, как бы, ну, человек, часто даже Сергей Васильевич, он говорит, от имени до всех протестантов, хотя его этим полномочиям никто не наделял. Ну, вот, я вот думаю, что вот с такой стратегией был бы просто протестант, и просто, ну, как сказать, получили, ну, такой обман и разочарование. Что на сегодняшний момент, ну, даже возьмем того же, может быть, вы знаете, Альберта Радвиныша, знаете, да, в Калуге. Да, да, конечно, я был в Калуге, да. Он был член Роского Ея, и вроде бы туда, ну, как бы, крепкие отношения, и был очень лояльный, а здание у него все равно отжали, он, ну, как бы, ну, не дает собираться. И сейчас он, ну, активный блогер, понимает, он пересматривает, уже пересмотрел некоторые свои, свою стратегию. Поэтому, ну, в отличие от православных, ну, учитывая, что они были достаточно свободны и в социальной концепции, изначально было написано, что у православных, что они могут проявить гражданское непоминовение, то я думаю, что вот православные в этом вопросе были намного более свободны, чем, допустим, протестанты. И вот я вот уже, как, я уже 20 лет священник, меня уже, например, 20 лет давили, в принципе, да. Просто сейчас эта активная фаза после вот Крыма, после Луганской, Донецкой, там произошла достаточно активная фаза. Ну, мне так со стороны казалось, что где-то после 2012 года, поскольку я помню вот эти яркие, как бы, фотографии в Фейсбуке, где вы на баррикадах, можно сказать, в 2012 году за честные выборы. Да, я тоже, я всегда был активен. Почему? Ну, потому что, ну, я, может быть, из-за того, что был образован, потому что я был бизнесменом, потому что я был спортсменом, потому что я, ну, отучился, ну, ну, всегда учился, я понимал, что, ну, быть христианином и активным гражданином это неизменно. То есть я не принадлежал никакой партии, но в то же время я, как священник, принял такую позицию, я буду везде, где народ. Я буду высказывать свою христианскую позицию и на баррикадах, я буду высказывать свою христианскую позицию и в кабинетах. То есть я за народ, и моя задача вести Евангелие. То есть я... Вот по поводу народа, по поводу народа, я бы здесь хотел бы так вот кратко порассуждать, потому что у нас же все обосновывается народом. И поддержка народа, и все вот эти, значит, наши социологические исследования по поводу власти, они тоже связаны с тем, что большинство, в общем, за государство, за сильное государство и за то, чтобы в том числе, чтобы именно так обращались с нетрадиционными конфессиями, то есть опросы показывают, что и против секты, и за патриотизм, там, против западных аморальных ценностей все обосновывается как бы народом. Но вот здесь это как бы достаточно острый вопрос по поводу того, насколько как бы вот пастора ощущает вот эту поддержку народа. Ведь я был в Крыму как раз там была, ну, была достаточно такая проблемная ситуация, поскольку часть, значит, служителей, они уехали в Украину, именно потому что их паства не поддержала после вот этого перехода Крыма в Россию. И что вот в этой ситуации делать? Вы вот такого не боитесь? Ну, я думаю, знаете, у меня вот, может быть, у меня лично такое убеждение, что каждый, прежде всего, как и в Евангелии написано, даст отчет пред Богу сам. То есть он не будет давать отчет за народ, он будет давать за свою совесть. Каждый за себя даст отчет. И Библия полна примером, когда все кланялись, а, допустим, все драк, Мессаха, Абдинага не поклонились. Даниил тоже, да, он высказал четко свою позицию, хотя это грозило тому, что его убьют, и это грозило их жизни. Поэтому, прежде всего, конечно, я знаю, что страх пасторов часто заключается в чем? Ну, покинут ли, ну, как говорится, его люди. Ну, как бы, если пастор не поборол этот страх, ну, мне, конечно, жалко его, потому что отчасти, ну, как бы, сначала каждый сам должен для себя получить вот эту духовную силу, говорить, независимо от того, поддержу тебя много, если тебе твоя христианская совесть, твоя вера в Бога, говорит, подними голос, и история эта полна, что Мартин Лютер Кинг, когда посмотрел, что угнетает черных, он поднял голос, ну, и начал, то есть, Бонхофер тот же самый. То есть, я думаю, что, когда Библия говорит о героях веры, говорится о том, что, прежде всего, каждый сам в своей жизненной ситуации должен для себя решить, встанет он, или он замолчит, потому что не видит поддержку людей, потому что, прежде всего, наша поддержка от Христа, наша поддержка от Господа, вот это моя позиция, поэтому я не смотрю, поддержат меня или не поддержат, я иду сначала, смотрю, как на моем месте поступил бы Христос, и как я должен поступить, как будучи христианином, и я от этого ухожу, ну, исхожу. Ну, слава Богу, что на самом деле меня церковь и много людей поддерживают. То есть, был такой момент, когда меня сажали на 15 суток, вызывали моих лидеров в следственный изолятор, выливали всю грязь на меня, но никто из лидеров не ушел. Если прихожане какие-то испугались, какое-то время ушли, то лидеры остались. И, ну, как бы, это все зависит, если человек, ну, потому что я считаю, что пастор должен каждого человека воспитывать не коллективной вере, хотя она тоже нужна, но личной вере, личной, личной ответственностью, как перед семьей, как перед обществом, как перед государством, что если я вижу беззаконие, то я встану. Когда Гитлер поднимался, тоже некоторые не скрывали евреев, а кто-то же скрывал евреев, это же его лично под, ну, как бы, угрозой расстрела или, там, угрозой плена, это ихняя личная ответственность. Вот это моя позиция. Да, и, в общем, ну, тогда тоже, как бы, это самое, можно сказать, что антисемитизм тоже был политической позицией, которая, там, разделяла общество на, там, две половины, на две части. Здесь это действительно такой вот вопрос достаточно сложный, потому что, ну, совершенно очевидно, что любые, как бы, сильные убеждения, не только, кстати, политические, они разделяют людей, разделяют общество в идеенном отношении, в мировоззренческом. Только, ну, можно это по-разному воспринимать. То есть, мне кажется, что, там, в 2000-е годы у нас возобладала концепция такая, что надо быть единым вообще во всем. То есть, абсолютно полное единство, там, единогласие, ничего слова не скажи, главное, чтобы там ничего не было против, только вот такая, как бы, консолидация. И, в результате, мы получили, как-то, политическое кладбище. Вот, вместо гражданского общества. Вот мой вопрос такой еще. Вот смотрите, вот, коль мы коснулись Минска, вот, ну, действительно, удивительно, ну, Минск, он действительно, как бы, ну, как бы, сдетонировал, тренировал своего рода. Вот, выступил епископ, да, православный, его же сняли же, правильно, насколько я не знаю, из русской патриархии. Католин, ну, митрополит Павел, но там дело в том, что, там же уникальный случай, там выступило несколько епископов. Один из епископов, Памгродненский, Артемий, он произнес вот эту анти-советскую, анти-лукашенковскую проповедь, и его-то не сняли, он на месте, а митрополит Павел, который то извинялся за поздравления Лукашенко, то опять подтверждал их, его как раз вот перевели в Россию, поставили как бы своего белорусского митрополита. Ну, вот, мне вот, вот, вы сказали, что православные, они более, вот, ну, я вот действительно увидел, в Хабаровске видел там один священник уже два раза получил и штрафы, и даже арест, по-моему, но он выходит в поддержку, ну, народа, да, то есть, видим, что, ну, священство поднимается, католический священник, да, того же Лукашенко не может въехать, ну, и протестанты стали, ну, как бы, это самое, тоже поддерживать. Вот, отсюда тогда возникает следующий вопрос. А, вам не кажется, что идет консолидация христиан, независимую от конфессий, и в то же время разделение христиан на лавиистов и людей, которые активны. Ну, я полагаю, что все-таки, ну, с одной стороны, идет консолидация разных христианских конфессий, и, действительно, как вы правильно сказали, что эта консолидация идет вокруг совершенно, в общем, естественных вопросов, которые, которые касаются свободы, свободы и прав человека, противодействия, как бы, излишней жестокости, вообще поддержки самой идеи справедливости, там, честных демократических механизмов, судов, выборов и так далее. Один из таких, как бы, ярких примеров, это письмо православного духовенства в защиту фигурантов московского дела, это когда там были задержаны участники протестов против проведения выборов в Мосгордуму в прошлом году, и я думаю, что для православных это был очень такой сильно большой шаг и уникальный в православной российской истории, потому что это впервые, значит, около 200 священников выступили с открытым письмом, по сути, оппозиционным, но при этом не поддерживающим какую-то политическую силу. там говорилось именно о справедливости и милосердии и честном суде и так далее. Вот это последнее письмо открыто обращение христиан к христианам Белоруссии со стороны России, оно тоже примечательно в этом отношении, вокруг чего ведется консолидация, это вот к этому вопросу. Дело в том, что там также говорится о сострадании, о том, что жестокость как бы не должна вообще существовать в государстве, что нет права на как будто вот такие жестокие действия там со стороны правоохранительных органов, и эта критика тоже была. Вот тоже говорилось именно о справедливости и милосердии, и что меня не поразило, а просто что я заметил, что в этом обращении к христианам Белоруссии, там вообще не упоминается президент Белоруссии. То есть его вообще значит как будто бы нет. Значит как будто бы уже нет, хотя вроде бы он как бы законно существует. Это очень интересно такой как бы что ли как-то не знаю политический факт как бы деликитимации, если научным языком выражаться, как бы потери легитимности от существующей власти, когда ее уже даже не критикуют вот лично, потому что ее как будто бы и нет. Вот вокруг этого идет консолидация, я думаю, что в России это также происходит, все вот эти письма, обращения, в том числе задержания в Хабаровске, это все безусловно говорит именно об этом. Что касается разделений, то здесь все сложнее, потому что и в Белоруссии там многие представители духовенства есть, те, которые осуждают жестокость властей, все эти пытки ужасные и то, что делают власти, но при этом они в общем не выступают скорее за столь радикальные действия, многие оппозиционеры. Поэтому тут сложно говорить по поводу такого четкого разделения на те, кто лоялен, те, кто не лоялен. скорее это пока дело будущего. У нас ведь тоже такого мне кажется, что скорее как бы нет. Есть, конечно, отдельные личности, но в основном я не знаю вот как вы, может быть, вы как бы сторонник вообще такого как бы нового мирового порядка в России сейчас прямо в таком не знаете в радикальном плане я думаю ну я вот как бы сказать я понимаю, что наше общество чтобы изменить нужно 15-20 лет реформировать ценности, цели, мировоззрение то есть это большой труд потому что я уже пастор 20 лет и когда ко мне приходит допустим ну самый сложный случай наркоман то я знаю с ним чтобы он стал человеком надо потрудиться 10 лет ну поэтому я не сторонник таких быстрых перемен там революция изменения и все сразу все будут жить в царстве там Сергей Васильевич Риховский премьер-министр вы вице-премьер да, да, да там Альберт Раткин министр внутренних дел и все будет прекрасно и все будет я ни в коем случае об этом не говорю однажды я давал статью роман и я вот знаете вот вот мое убеждение заключается в чем что вот как в 12-м году вы говорили что я на баликадах за честные выборы вы знаете молодежь пришла в церковь молодежь пришла в церковь и они сказали мы были политически активны мы хотели изменить страну и мы впервые увидели что есть священник который хотел бы за честность за правду вот и они пришли в церковь когда я начинаю вот эти говорить у меня ну на самом деле растет да есть люди которые боязливые боятся но на самом деле у меня все растет почему потому что люди которые активны креативны люди которые действительно верят в бога люди которые хотят что-то лучше для страны им нужно услышать голос священника альтернативный взгляд как реформировать общество и я вот ну абсолютно знаешь как убежден я убежден что мое личное убеждение что почему идет большой отток сегодня людей из церквей потому что люди ожидали что церковь станет совестью нации то есть что церковь поднимет голос за сироту за вдову за угнетенного за правду а на самом деле церковь молчит и это молчат и православные это молчат и протестанты это молчат и католики потому что ну боятся ребрысь ну в какой-то части и это правда и вот сейчас я что стал видеть что на самом деле на самом деле начали некоторые священники переступили на эту позицию страха что ли позицию того что тебя могут снять со священства я слышал священников там болот я не знаю сколько из них сняли или не сняли нет вы знаете большинство осталось и те кто там служат в Москве они служат на тех же самых приходах где и были кого-то же сняли нет нет там были ну там была по-моему пара случаев когда просто священника с прихода на приход перевели но в общем никого не снимали капитально дело в том что впервые митрополит Иларион в своей программе церковь евреями значит заявил о том что ну конечно впредь нужно как-то получать благословение у епископа на такую родополитические акции но священники имели право высказаться ну вот я опять же я к чему говорю что я вот увидел что я говорю что понимаете православные вроде бы не проглашали 20 лет строительства демократического общества там 20 лет назад но при этом они по факту стали более демократичными чем протестанты получается ну вот это ваш взгляд вот но на самом деле я еще кстати хотел добавить вот к вашему размышлению по поводу церкви растут не растут дело в том что я например вижу что православные церкви в общем но взрывного роста нет но в общем рост есть и конечно это не увеличивает там в разы количество практикующих верующих и так далее нет но рост православных есть а вот у протестантов по-моему такого большого роста нет сейчас но опять же я не буду говорить за всех протестантов именно по тем причинам по которым вот вы говорите а по этим причинам да ну протестанты в массе своей очень много у них они занимали очень большую работу именно социал социального служения и то что сейчас происходит с реабилитационными центрами налет сажают лидеров реабилитационных центров в тюрьмы это конечно ну как бы повлияет определенным ну потому что мы в этом вопросе достаточно преуспели у нас уже есть опыт и конечно здесь ну как бы здесь ну как бы сдерживается вот внешние силы сдерживают вопрос конечно у протестантов нет такого рычага допустим ну культурного или рычага властного да допустим свободно говорить ну говорить о том что ну опять же я вот сколько раз вот был в той же самой Украине или допустим в других странах там нет такого даже на постсоветской даже та же самая Грузия да что или Армения что вот протестанты это какие-то сектанты какой-то негативный образ и поэтому церкви там растут протестантские и православные то есть ну есть свободы человек выбирает как бы а когда создается определенный ну такое давление вот у меня вот недавно один брат это сказал пастор тебе мэром город достать и церкви сразу выраст я говорю знаешь на самом деле не хочу не хочу почему потому что когда есть давление вот люди вот я сейчас переношу давление люди более качественные христиане то есть они знают что есть давление есть есть репрессии есть угнетение и они ну если принимают Христа то они вот в качественном порядке если они делают выбор то они выбор делают ну такой в качественном хотя вот скажу что очень много опять же когда ты у власти очень много и лицемериев это это конечно безусловно потому что это производит самые разные последствия но стратегически это это все равно как производит позитивный эффект вот это хороший пример есть исторический в Курске в Курске там значит баптисты они с удовольствием рассказывают о том что значит в начале 20 века там мэром города городским головой был значит евангельский христианин и и служитель церкви и в общем это предмет вот такой гордости это вписанность в исторический контекст этого города и поэтому если бы например вы стали мэром Кемерово или по крайней мере там ну не знаю главой значит городской как-то менеджером город сити менеджером вам сити менеджером больше значит больше пошло бы наверное то в этом случае скорее всего церковь у вас у вас не увеличилась потому что у вас на церковь осталось бы меньше времени и может быть даже из-за политических каких-то трансформаций церковь даже уменьшилась но при этом благодаря тому что вы стали бы мэром города ваша церковь она навсегда стала бы традиционной церковью этого города в будущем она бы процветала и получила бы массу зданий и гранты государства и все остальное роман на самом деле я вот если честно когда вот смотрим Евангелие я учил и говорил что в Библии имейте веру в Евангелие и поэтому если мы будем держаться только Христа и Его воли то между православными есть различия в обрядах между католическим нас объединяет Христос я думаю если бы мы держались то тогда бы возрождение России началось больше а вот то что был этот момент что православные вы там секты вы там католики еще что-то вот это как бы это все греховные наши сущности на самом деле мир надо спасать надо людям нести правду и пусть люди сами увидят кто с кем Бог вы знаете даже когда начались эти политические трансформации у нас собственно как бы страна наверное на протяжении еще там многих лет но по крайней мере готовится к политическому транзиту но мы можем готовиться лет 10 вот это уже другой вопрос в России надо жить долго как говорится но на фоне вот этих все политических изменений и в том числе пандемии коронавируса православные ведь как бы совсем забыли о сектантах и стали заниматься своими сектантами ведь оказалось что видите руководство значит русско-православная церковь вообще было озабочено тем что огромное оппозиционное движение возникло внутри православия там против самоизоляции карантина и всех этих правил то есть оказалось что и в этой связи у православия есть такой оппозиционный потенциал многие епископов штрафовали православных во время пандемии понимаете когда это вообще было в советское время последний раз штрафы выписывали епископы православным ну да Андрей а вас твоя белорусская ситуация вдохновила на что-нибудь я всегда люблю говорить такие слова в проповеди если человек идет неправильным путем даже если он и бежит даже если у него все хорошо и получается рано или поздно он придет в тупик но если человеку и сложно и он идет правильным путем он однажды все равно идет к победе я честно говоря удивлен то что произошло в Беларуси потому что я езжу в белорусские церкви проповедовал и я видел белорусский народ это ну не украинский народ и даже не русский более смиренный и то что сейчас происходит ну то что вот подняли конечно меня это очень сильно вдохновило я ну как бы за то что насилие над народом своим избиения убийства этого не было у Лукашенко есть свои сильные стороны но в то же время надо я все таки за то что как вот будучи пастором я что делаю я готовлю учеников чтобы однажды я ушел и кто-то продолжил это дело я наоборот стараюсь максимально делегировать власть максимально поднимать и то что сейчас я вижу что сейчас кризис лидерства и люди устали это и это отчасти виновата вот церковь почему потому что я верю так чтобы исцелить страну надо чтобы все священники начали быть прав тогда верующие получат силу к переменам и наша страна изменится и Белоруссия изменится я верю я вижу что у людей большой запрос справедливости ну вы говорите как настоящий защитник свободы я все ваши слова разделяю если что я готов даже религиническую экспертизу данного видео сделать что здесь ничего нет противоправного экстремистского спасибо Роман дорогие друзья кто нас смотрит ставьте лайки делайте перепост делайте свои вопросы и может быть однажды Роман мы сделаем еще интервью потому что мы живем в России и экспертное мнение тоже нам нужно будет спасибо большое Роман за наш общение всего доброго дошель и ещё